Знаете, я заметил, что есть две категории людей. Есть люди, которые благодарны всему, рады всему. Они радуются, они стараются, они радуются, они благодарят за все. И есть вторая категория людей, которые всегда что-то не так, всегда чем-то недовольны, всегда хотят большего, всегда чего-то им не достает. Я надеюсь, что все мы находимся в первой категории. Поверни соседу и спроси, в какой категории ты? В категории благодарных или неблагодарных? Тема моей короткой проповеди сегодня будет сила благодарения. Сила благодарения. Знаете, я посмотрел, а чему люди в Америке благодарят? Чему люди в Америке благодарят? Есть люди благодарные в Америке? Вот какую интересную я статистику увидел. Что люди сегодня, статистика, вот, благодарят за друзей, за семью, за здоровье, за работу, за мужа, детей, за жизнь, за музыку. Это то, что сегодня люди в Америке благодарят. Интересно, что благодарность по штатам тоже выглядит по-разному. Например, в Калифорнии благодарят за YouTube. В Техасе благодарят за rain, за дождь. Интересно, что у нас благодарят в Орегоне за йогу. Интересно, да? В Вашингтоне благодарят за возможность любить. Где-то в каких-то штатах, в Миннесоте, по-моему, за грозы, за thunderstorms, за закат. Кто-то за Google благодарит. Целый штат за Google благодарит. Это в Америке, да? На том побережье есть некоторые, которые благодарят за спасение. Видите? Salvation, salvation. Это вот этот Bible Belt. God's love, God's word, God's forgiveness, mercy, mercy. Work ethics, work family. Интересно посмотреть, за что люди в Америке благодарят. За что они благодарят, да? Хочу сказать вот три вещи сегодня, которым я пришел, наблюдая вот за картину Америки, за то, что мы увидели в Украине. И первая мысль, которую я хочу сказать, это быть благодарным, это великое приобретение. Тимофея мы читаем в 6 главе. Великое приобретение. Быть благочестивым и довольным. Великое приобретение. Что мы сегодня мечтаем приобрести? Что я сегодня мечтаю приобрести? Что наши дети сегодня мечтают приобрести? Они мечтают приобрести новый телефон, iPad, комнату. Что мы? Машину, дом. Апостол Павел говорит, самое большое приобретение. Друзья, самое большое приобретение, которое может приобресть человек. Это быть благочестивым и довольным Это самое большое приобретение, которое сегодня мы можем иметь в нашей жизни Что сегодня мы достигаем каких-то вещей Пусть сегодня Бог сфокусирует нас на правильной вещь Самое большое, что мы можем приобрести, ты можешь приобрести Это научиться быть благодарным Богу Почему? Потому что сразу меняется абсолютно все Атмосфера в доме меняется, атмосфера в жизни меняется Когда ты начинаешь просто благодарить Бога Благодарить Бога, благодарить Бога Все меняется, все Это самое большое приобретение Почему? Потому что это тоже тяжело Это тяжело Приобрести это, заработать это, получить Но это самое великое приобретение, которое сегодня мы с вами можем иметь Второе Это то, что быть благодарным за все это воля Божья В Фессалоникийцам в пятой главе мы читаем За все благодарите Почему он дальше говорит? Потому что это, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе Другими словами он говорит Другими словами он говорит Хочешь знать волю Божью? Господи, хочу жить по воле Твоей Боже, хочу исполнить волю Твою Хочу, чтобы моя жизнь наполнилась волей Твоей За все благодарите Господи, я хочу исполнить волю Уже благодари за все За все, что есть И даже чего нет А ты благодари Господи, да как благодарить? Как я, но я хочу волю исполнить Воля Божья и благодарение Как-то взаимосвязаны И ты начинаешь исполнять волю И Божья воля совершенная Начинает еще больше, больше, больше приходить Когда? Когда ты ее достигаешь, борешься За ней летишь, стремишься Или когда ты просто начинаешь благодарить Господи, я благодарю Тебя Благодарю Тебя Благодарю Тебя, Иисус Благодарю Тебя, Бог Знаете, когда я думаю об этом О чем я благодарю Бога? О чем я благодарю? Первое, о чем я благодарю Это то, что Бог послал Иисуса На эту землю За Иисуса Христа Почему? Потому что в Его Приходе на землю Изменилась история всего человечества Изменилась моя история Ваша история И даже тех бедных деток Которые в молитве ничего не имея Но в радости какой-то говорят Господи, благодарю За то, что я не инвалид Вы знаете, что лица людей Которые мы видели Они, вот те люди, которые их знают Они полностью изменились Раньше они были совершенно другие Какие-то, когда они знали Бога Когда они начали открываться для Бога Служить Богу, как-то молиться Свидетельствуют, говорят Бог их лица стал просвещать Бог начал менять их жизнь Почему? Потому что Иисус Это реальность Которая меняет сегодня каждого человека Который меняет судьбы людей И сегодня, если бы не Иисус Друзья Где бы я был бы Что бы у меня было бы Что бы было со всеми нами Амин Второе, за что я благодарю Господа Я благодарю Господа за свою семью За то, что у меня есть прекрасная жена За то, что у меня есть добрая жена В такой красивой вышиванке Когда мы благодарим Бога за то, что у нас есть Семьи наши Это ценно Это ценно Знаете еще, о чем я благодарю Бога? Я благодарю Бога за каждого из вас правда я благодарю бога за каждого из вас знаете почему потому что бог нам дал возможность жить вместе служить вместе молиться вместе кстати хочу еще рассказать что мы лидерская наша команда мы каждый день молимся за каждого члена церкви новое начало мы призываем благословение на вас милость защиту почему потому что мы в действительности одна большая семья семья которая объединена вокруг иисуса христа имен слава нашему господу это это очень важно и ценно именно видеть и благодарить бога за то что у нас есть то что он мы есть друг у друга это тоже очень ценное то что бог дал нам последнюю мысль хочу сказать это за о благодарности это то что третье благодарение это духовное оружие благодарение это духовное оружие смотрите давайте прочитаем колотянам 3 15 написано и да владычествует в сердцах ваших в сердцах ваших мир божий которому вы и призваны в одном теле и будьте дружелюбны интересно то что в английском языке в конце этого в конце этого стиха написано and always be thankful и всегда будьте благодарны во многих переводах я я вижу написано вот именно перевод что всегда будьте благодарны будьте thankful благодарны и почему я вижу что это это действительность оружие божье это то что мир божий слышите мир божий приходит тогда когда есть в сердце благодарность господа слышите когда человеческое сердце наполняется благодарностью приходит мир мир божий который превыше всякого ума ты даже не понимаешь что происходит но приходит мир божий почему потому что это оружие когда ты благодаришь бога небесный мир он опускается в тебя интересно то то что о дружелюбие в одном теле знаете когда приходит дружелюбие единство тогда когда каждый человек говорит а я буду благодарен богу а я буду благодарен богу а я буду благодарен господу за мою семью за моих детей за мою церковь я буду благодарен богу за мой дом за мою машину за мою работу когда когда есть это благодарение она как-то объединяет всех все люди тогда они 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 смотрят по-другому Они видят жизнь по-другому. Единство приходит тогда, когда есть благодарение. Когда нет благодарения, всегда приходит что-то другое, разрозненность. Когда люди с благодарным сердцем, все объединяется, все лепится вместе, мир Божий начинает господствовать. Интересно, знаете, что он замечал много раз в своей жизни, много раз, просто каждый раз. Бывают моменты, когда приходит грусть, когда приходит уныние, разочарование, обида. Какие-то мысли такие приходят, да? Кто из вас понимает об этом? Да, есть такие моменты, когда мысли приходят, ну левые мысли. Или, правильно сказать, мысли от сатаны. То есть стрелы лукавого приходят в жизнь каждого человека. И потом такой момент, как-то все плохо. Но что я заметил? Духовное оружие. Когда ты начинаешь говорить, Господи, я благодарю Тебя. Господи, я благодарю Тебя за жизнь, за здоровье, за милости. Господи, за весь путь, которым Ты меня вел. Господи, за все, за моих детей, за церковь, за друзей, за лидеров, за служителей, за тех, кого я не знаю и знаю. Ты когда начинаешь просто благодарить, ты прям видишь, сатана уходит. Реально уходит. Почему? Потому что благодарность Богу, она вытесняет всякую критику, всякую обиду, всякое зло. Вытесняется, уходит. И ты потом стоишь и обнимаешь окружающих людей. Почему? Потому что сердце благодарное. Благодарное сердце – это оружие, которым обладаешь ты. И если ты сегодня исполнишься благодарности Богу, ты увидишь, как сатана со стрелами, он будет убегать. И с твоей семьи, и с твоей жизни просто будет убегать. Почему? Потому что внутри тебя будет благодарность, радость, мир. И когда будет радость, мир, все вокруг будет становиться в правильном порядке. Устрояться все будет, созидаться все будет, будет все формироваться. Почему? Потому что мир Божий, который превыше всякого ума, начинает контролировать. Аминь? Потому что праведность, мир и радость, это Царствие Божие, начинает расширяться. Когда? Когда есть мир, радость, покой от Господа. Аминь? Пусть Бог сегодня благословит каждого из вас, чтобы мы наполнились именно этим миром, чтобы мир Божий был внутри каждого из нас. Я бы хотел сказать в конце три такие вещи. Давайте будем благодарить Бога прежде всего за то, что у нас есть. Благодари Бога за то, что у тебя есть. Что Он тебе дал. Что Он тебе дал. Что ты имеешь, что у тебя есть. Благодари Бога. Все, что Он послал тебе, просто благодари Бога. Благодари, благодари, благодари. Даже не спеши просить, научись больше благодарить. Потому что это оружие, 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 оружие. Тогда всякое недовольство, оно просто исчезает. Всякая критика, всякое несчастье какое-то такое уходит. Почему? Потому что Царство Божие, оно вселяется. Царство Божие, оно распространяется. И самое главное, оно распространяется внутри тебя, через тебя, в твою семью, в твое окружение. Царство Божие приходит тогда, когда ты благодаришь Создателя Господа. Аминь? Я знаю, что не всегда легко, не всегда просто. Но я вам хочу сказать, дорогие, вам все равно лучше. Нам все равно здесь лучше. В сто раз, чем тем людям, которых мы посещали. Ты думаешь, ой, Господи, сколько всего. Да у тебя вообще проблем нет, дорогой. У тебя вообще проблем нет. Господи, Билл и все остальное. Я вам хочу сказать, у вас просто жизнь, как в раю, друзья. Слава нашему Господу. Смотрите, кто-то там родился в тех деревнях. Они там до сих пор живут. А вы родились здесь, некоторые из молодых людей. Некоторые приехали сюда. Ты сидишь здесь. А почему ты не в той деревне? А почему ты здесь? А кто виноват в том, что они там, а ты здесь? Кто виноват? Что ты родился не у тех пьяниц, а родился у святых людей. Ты родился. В той семье, где ты родился. Кто виноват в этом? Кто виноват, что они там родились? Мы не знаем всех ответов. Но я тебе хочу сказать, нам есть за что благодарить нашего Господа. Вся церковь, скажите имя. Бог достойный славы. Столько Бог явил тебе милости. То, на каком автомобиле ты ездишь. Люди там даже не мечтают. В тех деревнях. То, что ты имеешь. Я помню, когда я ехал в Америку, ну, 17 лет назад. У меня, знаете, какая была мечта, я вам расскажу. Я мечтал, приеду в Америку. Я столько буду есть бананов. Каждый день буду жить на одних бананах. Я вам точно говорю. Я даже думал, вот куплю когда-то себе машину. И каждый раз буду брать с собой связку бананов в машину. Буду ехать. Вдруг захочу банан. Возьму и съем банан. Такая была мечта. Я вам хочу сказать, до сих пор некоторые там мечтают об этом. Мы уже не мечтаем об этом. Друзья, вы счастливые. Вы благословенные. Господь любит вас. Господь милует вас. Господь дал вам прекрасную судьбу. Прекрасную жизнь. Семьи, церковь. Слава Господу. Друзья, есть за что благодарить нашего Господа. Аминь. Давайте встанем для молитв. Спасибо.